Рисуем слоника на двух холстах, по-моему это обработанная фотография в фотошопе, слон натуральный. Что сейчас делаем? Берем два холста, я нарисую на этом, ты повторяешь полностью, в конце я поправлю там что-нибудь, что не получится у тебя. Сейчас нам нужно загрунтовать холсты в общий колорит, в такой сепи или что-то вот такое, мы загрунтуем. Смотри, как это делается. Берется акриловая грунтовка, и так вот грунтовка, она же паста, если не разбавлена, если разбавить водой, будет как грунтовка. Сначала смачивается холст, это вода. Сначала берем грунтовку, примерно ложку столовую, вот такой размер. Если нам нужно гуще, она, в принципе, желательно погуще что-то сделать. Можно сделать, чтобы была фактура какая-то, нужно взять две ложки. А цвет? Подожди, сейчас нужно разнести по холсту, потом будем вводить цвет. То есть мы что сейчас делаем? Во-первых, мы закрываем поры у холста, холст может потянуть краску. Холсты не очень хорошие, продаются. Мы предотвращаем впитывание лишнее. Плюс мы создаем небольшую фактуру, чтобы было интересно, легкие фактурные мазочки. Плюс сейчас мы сделаем колорит общий такой, что нам будет объединять работу. Будет проще работать на колерованном холсте, чем надену. А сок? Сохнет, если на вентиляторе, минут 5. Так, вот смотри, разнесли. Теперь берем какой-нибудь цвет, ну вроде сепии какой-нибудь или сиеножжёная. Берем капельку масляной краски и перетираем. Ну да, подойдет вот такой вот. Можно чуть-чуть желтенького добавить еще. Так, что у нас сейчас получается? Мы делаем из клеевого грунта грунт эмульсионный. Эмульсионный грунт считается лучше, так как к нему адгезия, прилипание последующих слоев краски более крепкая. То есть вот масло у нас перетирается в эмульсию с клеем, чисто механически, вот этой губкой. А сохнет очень быстро. То есть акрил высохнет за 5 минут и все, уже маслом мазаться не будет. Оно будет связано к клеем. Мягче будет очень верно. Нет, мягче не будет ложиться, будет просто прилипание лучше. То есть уже не будет кракелюров, осыпания и так далее со временем. А кракелюры – это трещинки. Так вот, нанесли, разнесли цвет. Желательно по центру, там где у нас слон, где много прописи не оставлять, фактуры много. Вот свести ее на… На крови. Да, да, на крови. Вот можно вот так мыслить. Вот так сделать. Можно всякими там расчесочками поделать, если это нужно. Можно вообще-то и карандашом нарисовать слона и взять, вылепить его прям фактурой. Ну… Это как я бабочками сидела. Да, да, что-то такое. Тут приемов, ну, очень много приемов к решению задач. Практически, ну, не бесконечное количество, то есть, ну, огромное количество, как решить этого слоника. Как и, впрочем, любую другую задачу. Вот такого рода фактуры, они расширяют возможность очень сильно масла. Так, смазывать ничем не будем. Будем писать прямо по сухому холсту. Пишем на тройнике. Сухой тройничок здесь процентов, наверное, 70-70, если не больше уайт-спилета, все остальное лак и масло. То есть, он сухой. По высыханию он будет сухая краска. Да, вот хорошо, вот такой способ переносить углы. Есть вот расстояние, знаешь, как художники мерят, пропорции, что к чему, как пропорционально относятся. Но мало кто знает, что очень удобно переносить углы. Вот, допустим, угол вот этой вот, вот эти два угла. Взял рукой, один глаз закрываешь, берешь и переносишь. Очень удобно переносятся эти углы. Но вот эти углы не сложные, а есть в архитектуре очень сложные углы. Допустим, архитектурные вот эти сокращения. Их переносить вот так вот с натуры прямо на картину. Это очень удобно. Это мало кто знает. То есть, ты должна почувствовать, как голова, череп относятся к длине ног. То есть, вот эти вот отношения, ширина к длине и так далее. Сначала крупные части прорисуешь, все это крупные отношения, потом деталировку в рамках вот этого. И, причем, слишком не настаивая на этом рисунке, то есть, сначала очень легко, потому что он все время поправляется. То есть, вот этот задор немножко вот уточняется. То есть, сначала легко, а потом уже, которую линию нашла, в которой ты уверена, взяла и уже можно подчеркнуть. Ну, тоже слишком не дави, нарисуй на карандаше, потому что вот этот пигмент, он может в краску лишний пигмент разноситься. То есть, аккуратнее нас карандашу. А если что-то прям нужно, стирать нельзя? Не сотрешь. По крайней мере, с этого грунта не сотрешь, то есть, только смывать. То есть, аккуратненько. Да, карандаш всегда держим вот так. А если в этом? Нет, не надо. Так и грунт можно повредить, потому что так можно очень сильно надавить. И, самое главное, линии некрасивые получаются. Нам нужны рубленые линии, такие вот. Рисуем даже не рукой, а плечом. То есть, не кистью, а всей рукой. Тут можно разбавлять краску очень сильно. Можно вообще взять такой флейц и все это сделать флейцем. Вот так, чтобы прямо стекла краска. Некоторые участки можно оставлять незакрашенными. То есть, наш холстон уже имеет цвет. Только единственное, потом такие работы обязательно нужно крыть лаком. Поскольку вот этот матовый грунт будет немножко отличаться по блеску от масла, как бы их желательно через несколько месяцев прокрыть лаком, чтобы блеск сравнялся. Лак может быть и глянцевый, и матовый. Это уже на вкус. Такие работы, конечно, лучше матовым лаком покрывать. Почему? Ну, глянцем покрывают гладкие работы. Так, вот к низу уже можно там что-то рисовать. Такого плана. Ухры нужно взять. Так вот, что рисуют. Вот если у тебя проблемы с смешиванием, с оттенками, ты быстро должна сравнивать свой оттенок с тем, что нужно. И думать, чего не хватает твоему оттенку, чтобы было вот здесь. Прежде всего думаешь о тоне, именно тональном, чтобы не было темнее и светлее. А потом уже о вот этих цветных оттенках, о насыщенности и цвете. Чего добавить. При таком алгоритме быстро работаешь. Да, и лучше брать немножко плотнее. Сразу. То есть чуть-чуть темнее, чем нужно, чтобы можно было потом высветлить. Угу. Вот такими пятнышками. Угу. Вот такими пятнышками. Угу. Высоком. Угу. 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 те оттенки или нет. Тут достаточно примерно. Я не знаю, это фотография или работа чья-то, но это там случайности какие-то, случайные оттенки. Они же могут быть и у тебя случайные, абсолютно. То есть слишком тут не переживай, если какие-то оттенки. То есть не клади все силы на поиск точных этих оттенков. Ладно, вот здесь нужны нам оттенки, но в фоне они могут быть достаточно произвольные. Главное, чтобы они не спорили по насыщенности с объектом. Так, мы с фоном еще будем работать, пока вот такая вот заготовочка. Теперь беремся за слона. Так, ну вот находим, любые объекты пишутся с темных мест, нам нужно найти вот эти темные тени. Вот берем коричневые. Разбавляю ее в краску. Без белила, это важно, вот эти темные места в краске, ни одного процента белила не должно быть в кисти. А почему? Серость даст. Будет цвет такой легкий. Так, вот тут сепии уже более такие спокойные места, тоже пока что без белил. Вот набираем вот эти полутени, такие полутеневые сепия с коричневыми. Вообще вот можно убрать, наверное, оранжевый нам не нужен будет куда-нибудь. Я убирать не буду, но вот здесь. Вот эти краски не бери. Зеленый можно брать с фиолетовым, зеленый дает серый цвет. Краплак нужен, сепия нужна, охра нужна. Ну вот эти вот. Даже красный, скорее всего, нам не пригодится. То есть работа, чтобы была гармоничная по фону, в ней не должны быть все цвета радуги. Должна быть какая-то определенная часть спектра. Тогда работа выглядит гармонично, как вот здесь. Здесь нет зеленого, здесь нет желтого практически. Здесь есть спокойные желтые, пухлестые оттенки. Здесь нет ярко-фиолетового, красного нет. Здесь такие, да, спокойные коричневые тона с легкими фиолетовыми такими вкраплениями. Вот она смотрится гармонично, цельно. Поэтому она тебе зацепила не столько этот слон, сколько колорит картины, сам цвет. Да, да. Будем потом усложнять все это. Когда подсохнет, сейчас все влажное, сейчас трудно управлять краской. Когда испарится тройничок у нас, когда она станет сухой, будет очень хорошо по-сухому вот так вот. Сложно, сложные такие узоры делать из краски. Так, смотри, вместо белил мы осветляем сепию и коричневые оттенки охрой. Пока что. Так, вот здесь уже вводим белило. Сепия, охра. Цвет у нас теплый. Ну, солнышко, оно дает теплые оттенки, то есть вот эта часть световая, она в теплых оттенках, охристых. А если на темное белило попадет и все? Нет, не все, но, по крайней мере, у нас, вот у нас грунт шершавы, такой специальный, он держит краску, она у нас, вот эта темная краска, она остается. Если попадет сверху, мы снимем. Все равно у нас первоначально вот эта темная краска лежит. Рисуй по форме, то есть не вот так хобот и ноги, а поперек, да, чтобы показывалась фактура вот этой кожи. Да, Лиза, вот эту часть, смотри, вот в этот коричневый можно внести фиолетовый для холодного, для холодного, чтобы у нас разделить свет оттенками, то есть немножко фиолетового добавляем, вот, по крайней мере, вот в эту ногу. Да, можно вот здесь вот фиолетовым даже порисовать. А, да, вот хороший оттенок. Марс оранжевый в разбиле тоже, наверное, через него пойдем. Он даже более глубокий, чем охра, более насыщенный, чем охра зонтая. Наверное, им и будем высветлять. Смотрим симметрию. Смотрите, под небольшим наклоном вся голова, то есть мы проверяем, не симметрично глаза, объявления должны быть, а под легким уклоном. Точно так же можно перенести этот угол кисточкой на свою работу, то есть у нас два глаза вот на этой оси. Вот у нас центральная линия, вот, где и вне, примерно вот так вот. Да, снимаем все время эту красочку лишнюю, мы пишем тонкими слоями. Это нам намного больше возможностей, фактура будет интереснее, когда слои тонкие. Вот смело вот так вот с фоном, пускай у нас будет общая художественная среда. Не какой-то слоник на фоне каком-то, а должны быть вот так, несовершенны. Любая хорошая живопись, она несовершенна. У нас совершенно фотографии, прочие там виды искусства, там, какими-нибудь миниатюры лаковые и так далее. Живопись, она вот такая, она интересна тем, когда в ней заложено вот такой вот, чтобы мозг думал, думал, складывал из вот этого вот всего-всего такого не очень конкретного, чтобы ему было интересно, чтобы это был пазл такой. Вот смотри, есть такой мазок, есть обыкновенный мазок, вот просто мазок. Можно делать мазок быстрый. Быстрый мазок не заполняет все поры, он рвется. Вот это еще один путь к сложности укладки. Сейчас я это на видео приближу. Вот такое быстрое наложение краски, чтобы она рвалась. Кстати, из этой же оперы работа лежачей кистью, она тоже ищет верхушки, как бы патинирует. И вот такая укладка, она сложная. Обычно мазок, он закрывает все полностью и он не очень интересен. И потом это вот так вот со шкрайами не совместит? Да, и со шкрайами. Ну, короче, нам нужна сложность. Не нужно зализанности, не нужно четких краевых касаний с фоном. Пускай все будет немножко где-то четкое, где-то нечеткое. Ну, то есть работаем интересно, художественно. Да, очень полезно, Лиза, смотреть через картину. Особенно на первых этапах. Не вглядываться в мазок, а смотреть через нее, расфокусированным взглядом, чтобы видеть только цвет общий, большие пятна, не мельчить. Потом нужно ближе к концу включать зрение, фокусироваться и поправлять какие-то вещи. Так, точки опоры, не запутайся. Каждая нога должна четко стоять на своей высоте. Это очень важно, это перспективное сокращение. Ну, то есть очень внимательно отнесись. Тут долго объяснять, почему она здесь, почему это здесь. Просто перенеси, скопируй, так сказать, вот эти точки опоры, чтобы не было как бы сливания ног. Если вот эти две, вот эту вот на одной линии проложить, они сольются. Одна должна быть передняя чуть-чуть ниже, чем вот эта. Чуть-чуть, в данном ракурсе чуть-чуть. Вот эта чуть дальше задняя. Иначе не сольются. Смотри, вот по вот этому темному уже можно синтетикой, мягенькой синтетикой, брать тоже лежачей кистью, очень поверхностно, искать вот эту шкурку. Смотри, вот она пруется. По-темному светлая, светлая краска густая, неразбавленная должна быть. Иначе она будет затекать. То же самое будем делать с хоботом. В общем, я сейчас пойду. Да. Все помнишь? Да. Рисунок. Да. Можно смазать хвост, но не обязательно. Смазывать. Отдай хорошенько, полчасика не меньше, рисунку построили. Можешь прям на клеточке разбить, ну мысленно разбить на третьем, на части. И почаще отходи, не забывай отходить, смотреть, что у тебя получается. Так, ну все, давай, вперед. Так, неплохо, влеклый немножко слоник. Вот здесь белила попали. А это очень важно, чтобы белил не было. Нужно смотреть, потом я пойду, выбрать немножко тряпка и добавить сочных таких вот марс-оранжевых, чистых, без белил. Так по рисунку нормально, он более-менее. Ну, неплохо, вытянем. Так, что дальше? Вот он, разбавитель вылетворяется, сейчас нужно работать с фоном. Ничего, ничего. Кисточку от меня подальше. Сейчас можно или же вот так вот, полностью лежачей кистью пойти немножко на восхитление, на усложнение, поискать фактуру. Или же ножом. А можно и тем, и другим местом. Можно таких мазков каких-то квадратненьких наставить. Или в динамике какой-то, или в разнобой. Мамек на тень обязательно. Вот тут тоже важно вот так быстро работать, чтобы рвался мазок, чтобы он не был бедным. Вот так вот. Вот по этим грунтам можно сделать вот такой винтаж ножом, чтобы все это было необычно. На грани слоник, не слоник, где он там, чтобы это все угадывалось. Бойся таких очевидностей, что это слон, тут земля, тут пыль, тут еще славный. Всегда на грани понимания вот этого нужно работать, тогда картина будет интересной. Вот уже ищем вот эту шкурку сухой краской, не разбавленной. Вход жесткий, выход сплавляется, он как бы скругляется, пропадает вот этот мазок. Если много краски, выбирай. Должно быть немножко, чтобы не закрашивалось здесь многовато. Так, ну отлично, только вот смотри, вот эти тени внутренние, они холодные. Чувствуешь, почему фальшивые? Да. Поэтому и фальшивые, потому что холодные, они теплые внутри должны быть. Вот здесь может быть синяя или фиолетовая. Синяя, лишняя здесь. Надо снять, переделать. Вот так ничего. Так, вот здесь теней не хватает. Вот здесь, вот здесь. Иначе получается как череп, а у него как бы вот такой вот. И опять же, многовато краски. Потом трудно с ней справляться. Возьмите... practice the Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!